Привет-привет, я Вероника. Я Майя. Сейчас мы будем искать картины в залах Русского музея. И нам будут давать подсказки, ведь это же квест. Ищите красную накидку, лук и автопортрет. Чтобы узнать номер зала, вспомните, когда люди дарят друг другу Валентинке. Мне кажется, что 14 февраля. 10-го Валентина. Значит, нам нужен 14-й зал. Давай ты посмотрим наверху, а я внизу. Давай. Так, там 38-й, там 18-й. Значит, 14-й не здесь. Внизу нет нашего зала. Я нашла его, он наверху. Отлично, побежали. Картина, которую вы ищете, была написана автором во время его обучения в Академии художеств. Он выполнял одно из заданий преподавателя по живописи. Нам, наверное, туда надо. Подсказка. На картине изображен юноша, названный именем Цветка. Его имя вы найдете и в названии картины. Я знаю, это Нарцисс. Значит, и картина так называется. Герой древнегреческого мифа, красивый юноша Нарцисс, был сыном нимфы и никого не любил. Однажды Нарцисс охотился в лесах. Утомленный склонился над источником, чтобы напиться, и вдруг увидел себя. С этого момента молодой человек потерял покой, целыми днями любовался своим отражением и умер от тоски и любви к себе. Боги превратили его в прекрасный цветок Нарцисс. Вот 14-й зал. Мы на месте. Автопортрет. Красная накидка. Лук. А лук – это растение? Нет, мне кажется, это вот это орудие. Оружие. Вот красный плащ. Нет, у Лука с юношей. Нет, это не Нарцисс. Вот Нарцисс. Так, красная накидка. А вон лук. Нарцисс, смотрящий в воду. Карл Брюлов. Брюлов учился в классе Андрея Иванова. На одном из занятий по живописи студенты получили задание – написать полулежащую мужскую фигуру. В академии было принято не просто зарисовывать позы с натуры, а придумывать темы. Например, натурщик в виде убитого Авеля или разбившийся Икар. Вероятно, преподаватель сам предложил Брюлову написать натурщика в виде нарцисса. Брюлов не стал останавливаться на изображении мужской фигуры. Он решил написать нарцисса в окружении пейзажа. Для этого художник пошел в Строгановский сад рядом с Черной речкой. И там зарисовывал листья, гладь воды, траву и лучи солнца. А там еще Амурчик. У летающего Амура Карл Брюлова добавил для того, чтобы подчеркнуть неподвижность нарцисса. В итоге получилась композиция, построенная на контрасте. Этот шаг был очень смелым для ученической работы. А где же автопортрет? Автопортрет – это когда художник рисует сам себя. Если сравнить лицо нарцисса с многочисленными портретами Карла Брюлова, то можно обнаружить явное сходство. Получается, что в виде юноши, который любуется собой, художник изобразил себя. Когда Карл Брюлов показал нарцисса вместе с этюдами других учеников, преподаватели были поставлены в тупик. Ведь академический этюд с натурщика превратился в законченную картину. За эту работу Карл Брюлов был награжден второй золотой медалью Академии художеств. Мы нашли картину. И узнали, что может получиться, если творческий подойти к домашнему заданию.